Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики моего канала. За микрофоном, как обычно, Антон и сегодня я хочу рассказать вам о самых нужных, полезных и функциональных расширениях для вашего браузера в 2024 году. Первое расширение, о котором я хочу рассказать, это U-Boost. После замедления Роскомнадзором трафика с YouTube для российских пользователей, это приложение особенно актуально. Для того, чтобы смотреть YouTube без лагов и подгрузок, вам достаточно установить это расширение в своем браузере, и оно будет работать только на этот браузер. В отличие от Goodbye DPI, который периодически отваливается, U-Boost работает крайне стабильно. Да, небольшие подгрузки случаются, но это абсолютно ни в какое сравнение не идет с теми подгрузами, которые происходят при обычном просмотре. Второе расширение, о котором я хочу рассказать, это Return YouTube Dislike. Приложение от отечественного разработчика позволяет отображать количество дизлайков под просматриваемыми роликами на YouTube. В свое время руководство Google решило скрыть эту функцию, чтобы не было, как они говорят, предвзятого отношения, но на самом-то деле количество дизлайков очень хорошо помогает узнать содержание роликов, даже не начиная просмотр этого самого ролика. Поэтому это расширение буквально обязательно к установке. Третье на очереди расширение, это YouTube Fix. Настроить его нельзя, однако оно позволяет в фоновом режиме подгружать превью видеороликов на YouTube, фоны и аватарки каналов. В свое время, в 2022 году, YouTube решил снизить трафик для российских пользователей и не подгружать для них визуальную часть контента. Но это расширение исправляет ситуацию. Четвертое расширение, которое будет вам полезно, это YouTube Playlist Duration Calculator. Данное расширение позволяет вам просчитывать продолжительность плейлистов на YouTube, будь то плейлисты с музыкой или с прохождением видеоигр. Ранее на YouTube до 2014 года такая функция была встроена по умолчанию, но потом от нее было принято решение отказаться. Данное расширение будет особенно полезно тем, кто оценивает продолжительность прохождения определенной видеоигры по прохождению на YouTube. Последним расширением, о котором я хочу рассказать, является Dark Reader. Это приложение позволяет создать темную тему буквально на каждом сайте в интернете. И причем это приложение, в чем его фишкой заключается, работает именно с цветом страницы, а не просто выкручивает яркость, контрастность, либо добавляет желтый цвет, чтобы глазки не болели. Я использую это расширение в первую очередь для Boosty, на котором в десктопной версии пока что нет темной темы. В будущем, возможно, эта тема появится, и в данном случае данное расширение потеряет свою актуальность. Но на данный момент оно очень хорошо работает и позволяет просматривать страницы на Boosty без боли в глазах, и в частности мою страницу, на которой я буду очень рад вас видеть. Там много классного контента, видео выходят раньше, а также я рассказываю о своих планах, делюсь подробностями своей жизни и прочим-прочим. Спасибо вам, друзья, за то, что досмотрели данное видео до конца. Надеюсь, просмотр контента на моем и не только на моем YouTube-канале станет для вас комфортнее и легче. Если у вас остались вопросы, вместе сняйтесь, задавайте их в комментариях, я постараюсь вам ответить. Удачи, не болейте, берегите себя.